Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я представлю вам случай солидного популярного рака молочной железы, который был выявлен у женщины 72 лет. При осмотре было выявлено образование небольшого размера до 2 см впервые. При уязи молочной железы было подтверждено наличие этого образования, уточнены его размеры, опять-таки, они не превышали 2 см. При маммографии было выявлено в правой молочной железе подтверждено образование с неровными краями диаметром примерно 1,5 см. Также встречались пелевидные и зернистые скопления микрокроцинатов. При макроскопическом исследовании присланного сектора размерами 6 на 5 на 5 см, весом 270 г, был при совместе с грудной факцией, расстояние до которого было 2 см 3 мм. В центральной части сектора определялся очаг плотной белесоватой ткани. Консистенция его была гомогенная, контур неровная, нечеткая. Максимальный размер очага составил 23 мм. Расстояние для бежачего края резекции 15 мм. Окружающие ткани представлены жировой тканью с тонкими белесоватыми прослойками. При гистологическом исследовании контуры очага соответствовали таковым по данным маммографии, однако в центральной части определялись солидные контуры, комплексы, которые были окружены разрастанием прослойок соединительной ткани. При обзоре на малом увеличении определялась достаточно четкая граница опухолевых комплексов, которые представляли собой солидные структуры. Перифокальная лифоцитарная инфильтрация была умеренная. И на этом этапе данная опухоль была более похожая на протоковый рак инфильтра. Однако при большем увеличении встречались прослойки соединительной ткани, которые содержали в себе капилляры с сумеренно полнокровными просветами. Солидные комплексы прилижали тесно друг к другу. И еще на более высоком увеличении было хорошо видно, что в солидных комплексах находятся фибровоскулярные стержни с сосудами капиллярного тика, которые не соответствуют классическим фибровоскулярным стержням в классическом капиллярном раке молочной железы. В некоторых участках встречались розеткообразные структуры вокруг мелких капилляров. И по натингентской системе классификации данная опухоль составила вторую степень злокачественности. Здесь небольшая ошибка на слайде в сумме 6 баллов. Следует отметить, что вокруг этих комплексов отсутствует положительное окрашивание с антителами к гладкомышечному актину и П63. Суррогатно-молекулярный тип представился типом А с низким процентом позитивно окрашенных клеток с маркером пролиферации К67. Дифференциальный диагноз мы проводили с инвазивной карциномой неспецифического типа, однако он был отвергнут на данном этапе по причине отсутствия десмопластических выраженных изменений в струме и выраженного клеточного полиморфизма и инвазивного, агрессивного характера роста. Также карцинома с энерроэндокринной дифференцировкой, что встречается часто в солидной популярной карциноме, положительное или отрицательное, неярко выраженное положительное окрашивание с хромогранином и сенавтофизином, в данном случае ее не было, внутри протокола гиперплазии, инкапсулированной популярной карциномии. И в совокупности выявленных изменений иммуногистохимические исследования позволило поставить нам диагноз солидно-папулярный инвазивный рак с второй степенью злокачественности по натингемской системе. Хочу выразить благодарность в подготовке случая Гришакову, Виктору и Тузову Елене, моим коллегам из 62-го городской онкологической московской больницы. Все. Спасибо. Вопросы, комментарии? Так, а нейроэндокринные маркеры были отрицательны? Еще раз. Нейроэндокринные маркеры? Нейроэндокринные маркеры в данном случае не проводились. Я хотела вывести параллель с нейроэндокринными опухолями, потому что мы встречали фокусы, которые были очень похожи на нее, но в данном случае не было, такие реакции не были поставлены. Вообще солидный популярный корцовый молочный железный часто экспрессирует, наверное, докринные маркеры, и это является одним из дифференциально-диагностических признаков. Да, да. Окей. Кого-нибудь есть еще вопросы? Так, из патологов нашей школы вопросы будут? Кто принимает участие непосредственно? Хорошо. Хорошо. Продолжение следует...